Ром, может, у тебя будут какие-нибудь советы для путешествующих? Ну, типа, первое, что мне приходит в голову на своем опыте, завтраки в отелях очень важны, так как ты экономишь много времени, с утра проснулся, поел, и уже полдня можешь спокойно путешествовать, не отвлекаясь. Через 400 метров... Зависит от программы, я с тобой согласен, но иногда завтраки задерживают, потому что если ты хочешь выехать рано, то ты на завтрак не попадешь. Ну, а так я с тобой согласен, конечно, завтрак. Все любят завтракать. Лучше переплатить немного, купить номер либо отель, где есть завтрак, чтобы потом не искать, не терять время, не ждать, правильно? Ну, слушай, если плюсы, есть минусы, можно точно так же заехать в кафешку и попробовать местную еду, потому что в отелях все завтраки более-менее стандартизованы, стандартизированы. Вот, а в кафешках это будет более национальное, более типичный завтрак местный такой. То, как местные привыкли завтракать. Это тоже интересно. Если хочешь сэкономить время, тогда иди составить туру группы. Да ладно? Да, потому что за тебя ты будешь жить по четкому расписанию, потому что расписание уже досконально известно изучено и все знают. Ну, то есть турлидер знает, куда надо поехать, чтобы все успеть сделать. Если хочешь отдыхать более расслабленно, тогда иди сам, как мы сейчас. С одной стороны, у нас планы грандиозные, но вот мы сегодня выехали из отеля в 9.30, хотя я встал в 6.20. И это с одной стороны плюс, потому что мы же на отдыхе, мы релаксируем, а с другой стороны, это минус. Мы меньше посмотрим, меньше успеем. Но, как бы, мое отношение такое просто. Я сам группы вожу. Я знаю, что, когда ты говоришь людям, что так, все, всем встречаемся внизу, чтобы все уже были, чтобы все уже позавтракали с вещами, всеми в машину. И все. И люди, как бы, хочешь не хочешь, они подстраиваются под этот график. И они больше успевают, потому что я знаю, куда ехать. Я знаю, что показать. Я знаю, что можно посмотреть, что можно опустить. И поэтому, ну, конкретные места, если берем, да. Вот. И поэтому, конечно же, люди за те же две недели увидят гораздо больше, чем если бы они поехали сами. Ром, куда ты нас привез? Поверните направо. Боденское озеро. Что-нибудь знаешь о нем? Да. Оно находится на границе трех стран. Австрии, Швейцарии и Германии. Вот, видишь, это силуэт озера Боденское. Вот городок Роршак, где мы сейчас находимся. И вот так вот, если посмотреть, здесь, видишь, есть труба и стрелочка. Можно увидеть разные города. Например, мы можем посмотреть на город Хишбах. Хишбах находится вон там. А если мы посмотрим на Хагнау, то это будет вон туда. Это очень увлекательный аттракцион, но тем не менее интересно. Классно, много лодок разных. Яхточек, катеров, лодок. На любой вкус и кошелек. Люди просто на выходные приезжают, катаются по Боденскому озеру. Отдыхают. Сейчас понедельник. Ну, вторник. Десять утра. Понятно, что все стоит. Парковано. Даже рыбаков нет. Нравится, но грустно. Грустно, что у нас так не будет. Вот такая вот атмосфера. Умиротворенная? Чистые улицы. Аккуратно все построено. Все сделано хорошо. Люди живут хорошо. Понятно, что везде есть там свои проблемы и так далее. Но мне кажется, мы как-то это, как-то у нас не так. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Сколько стоит парковка? 2,50 евро, точнее франка Не знаю, как в Швейцарии, в Австрии минимальная зарплата 1300 евро или 1400 евро Соответственно, минимальная, самая минимальная, на которой люди идут работать Ну то есть меньше по закону нельзя платить Соответственно, парковка 1 евро в час, то сколько они могут? 1400 часов простоять А у нас в Москве парковка 100 рублей в час 140 тысяч должна быть зарплата минимальная у нас, правильно, в Москве? А в Москве где-то 1060, наверное, минимальная зарплата Ну... Ну, точнее, минимальная, это она 17 или 21 тысяча Ну, средняя 1060, наверное Вот тебе и вся разница Сколько ты в Европе можешь на 1 евро в час постоять? И сколько ты в Москве можешь постоять? Ну, у нас есть парковки по 60 рублей, если брать... Да, но мы сейчас стоим, слушай, мы стоим в центре на набережной, самое туристическое место Так что 10 евро в час стоит А в Москве есть парковки по 250 рублей в час Сейчас мы приехали в Швейцарию Я зашла в магазин И заодно хотела бы сделать анализ цен По сравнению с Австрией цены дороже По сравнению со Словакией цены дороже в 3-4 раза Вот, например, я обращаю внимание на фрукты Обычные яблоки стоят практически 4 евро Тихонечку... Вот яблоки 4,50 евро Для примера, в аэропорту Словакии яблоки стоили 2 евро Слива почти 6 евро В Словакии слива стоила 50 центов, в Австрии дороже Ну, наверное, евро То есть дороже чуть ли не в 10 раз Ну вот, бананы 3 евро Можете себе представить? Бананы 210 рублей стоят Так что Швейцария сейчас лидирует Как самая дорогая страна Находимся в городке Базель Это самый северный город Швейцарии Еще немножко здесь погуляем И уже окажемся в Германии До границы буквально 5 километров Вот для тех, кто интересуется Вот такая вот 4 конфетки стоит 9 евро Ну, с трюфелями Вот, шампаньер с трюфелями Вот, да, черный Вот коробочка с шоколадом и всякими фруктами 40 евро Ну, это 40 франков, но они там почти один к одному Там 5% или 7% разницы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За спиной Рейн У них какой-то флешмоб Они толпой прямо прыгают в воду И по течению плавут на кругах, на матрасах Там с этими надувными рукавами Кто как Классно, что, река чистая, можно покупаться Классно, что, река чистая, можно покупаться Вот так проходит ремонт в исторической части города Несмотря на то, что это историческая часть города Все равно коммуникации изнашиваются Надо что-то менять Раскапывают траншеи Кладут здоровые металлические листы Наверное, сантиметра 2 толщиной Внизу работают люди Здесь могут поверх уходить Даже ездить машины, ездить бульдозеры Это не мешает людям внизу работать А людям наверху вести свою обычную жизнь Удобно и быстро Работа не прекращается Жизнь тоже не останавливается Отличается Германия от Австрии, от Швейцарии Более живая, на мой взгляд Зашли в шоколадный магазин Ром покупает для нас вкусняшки Набрали кучу Различных цикатов В шоколаде малина, клубника, трюки Клубника, яблока, манго, имбирь есть Малину, абрикосы Пойдем взыскать подарок Гарли Что это за лейбл такой? Довезет подарок у вас? Нет, я думаю местные делают хендмайп У них есть шоколад Кто? Алина за ним, Ваня Ладно, хрустно, на переднем Физикная параковка у нас Смотри, кухня Первый раз можно кучать Чай Какая картина у нас на кровати, классная Мя, я не буду надуваться Прости, Миша Думаю, да Миша, пойду отдохну Устал ехать, да, Миша? Да, устал Ложись Коша отдохнула Все, Мам, мы отдыхаем Ты пока поснимай Миша, пойду отдохнула Продолжение следует...